Владимир Ужинский встретился с педагогическим активом поселка Малаховка, чтобы обсудить насущные проблемы и пути их решения, а также планы и перспективы развития округа. На встречу поднимались вопросы благоустройства, экологии и нехватки кадров. Встреча состоялась в актовом зале 52-й школы. На ней присутствовали учителя и воспитатели детских садов, а также другие работники сферы образования. Глава округа рассказал о проделанной работе и ближайших планах по благоустройству и дорожному строительству. Ряд локальных мер намечены на этот год. Это будет круговое движение. Мы планируем сделать в районе реки Кихорка, когда едешь в область, пересекаешь, и в районе, где стоит памятник Троцкого присъезда. С Егоревской шанса в сторону Малаховки. Присутствующие по традиции задавали вопросы, которые касались экологии и уборки территорий в Малаховке, а также нехватки молодых педагогических кадров. По данным Министерства образования Московской области, педагогов с 25-летним стажем работы 78%, а до 5 лет со стажем работы 5% всего лишь, 5-3%. Ваша команда что-нибудь предпринимается для привлечения молодых. Эта тема оказалась актуальной. Владимир Ружицкий подчеркнул, что проблема нехватки кадров в округе также и касается сферы здравоохранения. Однако работа по привлечению молодых специалистов ведется. А как, рассказала начальник управления образованием Виктория Бунтина. Если молодой человек устраивается на работу год в год, как окончил вуз профессиональный, то сразу выплата 150 тысяч. И вот в течение трех лет этот молодой человек должен отработать на этом месте. У нас немало делается. Я вот не говорю про то, что если у нас имеется возможность предоставить жилье, в каком виде, либо это квартира, и там комнаты, молодые есть для людей, то мы его тоже предоставляем. Всего на встрече с главой в 52-й школе присутствовали более 100 человек. Даниил Михайлов, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.